Сегодня утро особенно доброе, потому что мы проводим его с лучшей дояркой Черненского района Еленой Волоханович. Елена, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, вот с чего начинается ваша работа? С настроением. Для этого человека просыпаться в 4 утра в радость, ведь она обожает свою работу и души не чает в животных. Заваривает покрепче кофе и отправляется на велосипеде на ферму в деревне Чернова. Она успевает все – создать ее семье, вырастить хороший урожай, удивить всех рекордными надоями молока и при этом всегда выглядеть отлично. Секрет успеха в традициях – профессия доярки ей передалась по наследству. Все детство вместе с сестрами проводили на ферме с мамой и привыкли к труду и порядку. Четыре дочки и все работают на ферме. Нам город не по душе, нам только надо огород, колхоз. Мы только привыкли, что работать надо. Каждому животному надо свой подход. Как была своя группа, каждую корову знаешь по имени, каждую корову знаешь, как подойти к ним. Если подходишь, спокойно разговариваешь, не кричишь, корова, она стоит, она тебя чувствует. У нее есть такие задиростые коровы. Мы получаем добрать их, но смагаем все. Руки болят, все болит. У меня каждый день на проключение. Галина Владимировна признается, что если раньше доярка одновременно была поваром, лекарем и мамой для коров, то сейчас на модернизированных фермах у каждого своя функция. Работать стало проще благодаря новым доильным установкам, а в былые времена приходилось доить долго вручную и самим носить тяжелые бочки с молоком. На такой карусели, только успевая работать с радостью, за час в среднем можно выдоить 300 коров – настоящий космический корабль по получению молока. Вместо пропуска на доильные места у буренок чипы. Компьютерная система не только идентифицирует животных, но и автоматически подает им вкусные спецкорма в зависимости от продуктивности коров. Так что наше молоко пропитано гормонами счастья и славится своим качеством, признается Алена Волоханович. Отключаем, корова доет. С утра какая корова? Есть минуту, есть денег, есть пять минут. Но большинство до 7 минут может корову доить. НЛ – это экстра молоко, а СЛ – это уже у нас высшее. Только представьте, мимо оператора машинного доения животное пролетает всего за 10 секунд. И за это время надо успеть не только подготовить его, но и оценить состояние здоровья. Смотрим, мастит, не мастит. Если там больное вымя, мы вызываем доктора. И так по 2,5 часа три раза в день с особым вниманием в каждой корове. Порой на работе без казусов не обходится. У нас в карусель едет, бывает, маленькая корова или спотыкнулась себя скользко, она у нас падает. Ну, мы ее потом по кругу сюда загоняем. Здесь корову понимают так же, как и люди. Здесь можно даже себе и рассказать что-нибудь, поговорить им, высказаться, выплакаться можно. Нет нашей деревенской работы, нет в городе ничего, ни молота, ни творога, ничего. Все это работа наша, наших рук. На новые подвиги Алену Волоханович вдохновляет сынишка Артем. Вместе с ней он часто отправляется на ферму, обожает наблюдать за телятами и помогает маме. Муж Алены также трудится в сельском хозяйстве. Он работает трактористом. Оба приходят поздно, оттого решили оставить в домашнем хозяйстве только кур и собак. Но овощи, фрукты выращивают сами на огороде. И, конечно, заготавливают вкусные маринады по осени. Во всем Алена сумеет найти красоту. Оптимизм, доброта и трудолюбие – ее главные качества. Оранжерея внутри дома и снаружи – яркое тому свидетельство. В свободное время, когда я свободна, занимаемся самодеятельством. Где бутылки плосмассовые, где какие плосмасски, ведра. Вот решили не выкидать, а применить. И красиво, и хорошо, и меньше мусора. Стараюсь не сидеть. Мне вот надо дома что-нибудь сделать, на улице, если погода хорошая позволяет. Я вот на улице даже могу избегать к маме помочь что-нибудь. Ну, а потом в свободное время могу тоже то, позашивать что-нибудь там, где что-нибудь, палатки, где с ребенком позаниматься. Я работала на ферме, Аленочка приходила за маму доить корову, а потом и сама стала дояркой. Я пригляделась на такая справная девчина, странная до работы. Я решила ее у меня вески себе взять. Пригласила ее к сыну на день рождения. И они с той поры почали встречаться. И через год веселья сгуляли. И вот я очень рада, что подарила мне внучка. Хай бог дать еще и внучку. И больше, я не против. И чтобы было все ей хорошо. Она очень сумленная девчина. И очень-очень она хорошая. Как человек, как невестка, как дочка. Я ей вообще за невестку не считаю, что это моя дочка родная. А мы гордимся нашими женщинами и поздравляем в этот день всех матерей. Анастасия Макеева, Илья Максимов. Студия Хорошего настроения.